Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видеоурок. Желаем вам успехов! Здравствуйте, уважаемые ребята! Меня зовут Буцина Ольга Ивановна. Я приглашаю вас на урок русского языка. Отгадайте, пожалуйста, загадку. В белом поле синие протянулись линии, а по ним друзья идут, друг друга за руки ведут. Правильно, ребята, это буквы. В одном слове буквы перепутались. Поставьте их на свои места. Какое же слово получится? Совершенно верно! Получится слово «текст». Давайте постараемся с вами вспомнить, что такое текст. Текст – это два или несколько предложений, связанных между собой по смыслу. Текст можно озаглавить. В литературе используют разные виды текстов. Прочитайте, пожалуйста, эту запись и скажите, эта запись будет текстом? Конечно же, ребята, это не текст, потому что предложения между собой по смыслу совершенно не связаны. Итак, тема сегодняшнего урока – повторение видов текстов. И я предлагаю решить две задачи. Первая – вспомним тексты разных видов. И вторая задача – будем учиться распознавать их. Согласны? Ну, тогда вперёд! Прочитайте, пожалуйста, текст. Вчера я был в цирке и видел тигров. Что они только не выделывали! Сначала вставали на задние лапы, потом прыгали с тумбу на тумбу, и даже через горящие кольца. Скажите, пожалуйста, что это за тип текста? Правильно, ребята, это повествование. Цель автора – чтобы мы с вами могли представить события, действия, которые где-то происходят. И обычно, ребята, такие тексты отвечают на вопрос – что произошло? Следующий текст. Прочтите, пожалуйста. Вчера я был в цирке и видел тигров. Какие они красивые и сильные! Шкура у них полосатая, яркая, глаза горят зелёным огнём, лапы упругие, а когда тигры рычат, видны белые клыки. А это что за текст? Верно, ребята, это текст – описание. Целью текста описания является то, что автор как бы заставляет нас представить что-то или кого-то, описывая признаки предмета. К такому тексту можно поставить вопросы «Какая? Какой? Какое? Какие?» Прочтём следующий текст. Вчера я был в цирке и видел тигров. Почему такие сильные звери слушаются дрессировщика? Может, потому что человек их не боится? Или потому что дрессировщик заботится о них? А это что за текст? Правильно, ребята. Это текст – рассуждение. В данном тексте высказывается какая-то мысль, и автор начинает рассуждать, объясняя эту мысль, доказывая, а иногда и опровергая её. И к таким текстам можно задать вопрос «Почему?» Итак, ребята, повторим все виды текстов. Первый – текст «Повествование», следующий – текст «Описание» и, наконец, текст «Рассуждение». Замечательно. А теперь я предлагаю с вами потренироваться. Прочтём первый текст. Что за чудесный вид у синички? Головка чёрная, щёчки белые, спинка и крылья зеленовато-серые, а грудь ярко-жёлтая, и посередине, сверху вниз, тянется чёрный галстучек. А это? К какому типу текста относится запись? Правильно, ребята, это текст «Описание». Докажите, пожалуйста, что это текст «Описание». Правильно, автор описывает внешний вид синички. Обратите внимание, слова какой части речи использует автор? Это имена прилагательные. Головка какая? Чёрная. Щёчки какие? Белые. Спинка и крылья какие? Зеленовато-серые. А грудь? Ярко-жёлтая. А галстучек какой? Чёрный. Ребята, а если бы нужно было составить вам мультфильм? Сколько бы кадров вы сделали для этого мультфильма? Конечно же! Один. А что бы вы на нём изобразили? Просто синичку. Молодцы! Второй вид. Прочтите этот текст. Синичка согрелась в тепле. Она открыла глазки, встрепенулась, вскочила на ножки и громко запела. Потом она начала отряхиваться, поправлять пёрышки. А это? К какому типу текста относится? Правильно, ребята! Это текст повествования. Докажите, что это текст повествования. Текст повествования. Да, автор нам рассказывает, что же случилось с синичкой, когда она оказалась в тепле. А здесь, ребята, слова какой части речи использует автор? Больше всего. Правильно! Глаголов. Она что сделала? Открыла глазки. Ещё что сделала? Встрепенулась, вскочила, запела. И потом начала отряхиваться и поправлять. А здесь, ребята, для мультфильма сколько бы вы кадров выбрали? Несколько. Совершенно верно. Один кадр, когда она открывает глазки. Потом следующий, когда она вскакивает на ножки. Следующий кадр поёт. Потом начинает отряхиваться и поправлять пёрышки. Молодцы! Третий текст. Прочитайте, пожалуйста. Почему синица лазоревка получила такое название? Слово лазоревый означает светло-синий, голубой. В оперении птицы есть голубой цвет, поэтому её и назвали лазоревкой. А здесь какой вид текста? Молодцы, ребята! Это текст рассуждения. Докажите, пожалуйста, что это текст рассуждения. Правильно. Автор хочет узнать, почему синица лазоревка получила такое название и начинает искать доказательства. Оказывается, слово лазоревый означает светло-синий и голубой, а в оперении птицы присутствует голубой цвет. Вот почему её назвали лазоревкой. А этот текст можно кадрами передать? Нет, конечно. Нельзя, ребята, передать рассуждения какие-то автора, доказательства. Молодцы! А сейчас я предлагаю вам поиграть в разведчиков. Мы будем с вами шифровать слова. Возьмите, пожалуйста, листок, ручку или карандаш. Послушайте текст и определите его вид, записав начальной буквой в тетрадь. Например, если текст описания, мы записываем буквку О, если рассуждение, буквку Р, а если повествование, буквку П. Например, у вас может получиться такая запись Р, О, П, Р. Готовы? Играем! Первый текст. Петя часто болел. Его товарищи играли во дворе, а Петя только смотрел в окно. Надоело мальчику болеть. Стал он делать зарядку, обливаться холодной водой. Скоро Петя окреп и перестал болеть. Какая буковка будет у нас с вами? Правильно, буква П. Второй текст. По виду рысь на кошку похожа, только крупная. Она плоская с боков, в груди узкая, только лапы толстые, сильные, густой, с пятнами. А здесь какая буква? Правильно. О! Третий текст. На полях белой скатертью лежит снег. А почему он не тает? Почему его ветром не сдувает? Зимой температура понижается, вот снег и не тает, накапливается. Поэтому и ветер не может его сдуть, так много снега лежит. А здесь мы какую букву напишем? Верно, ребята. Четвертый. Сколько разных цветов на земле! Гвоздика – красивый цветок. У нее узкие листья и тонкий хрупкий стебель. И на тонкой, как соломинка, ножке полыхают яркие огоньки. А здесь какая буква? Молодцы! Пятый текст. Наступило лето. Ой, как хочется. Яркость солнца греет землю. Все кругом цветет и зеленеет. На лугу уже скосили траву. Грызунам трудно стало прятаться от хищников. Какая буква? Правильно. Шестой текст. Почему воробьи выбирают для ночлега самые освещенные места? А вот почему. К зиме филины, сычи переселяются из листов на окраине городов и нападают на птиц. На голых деревьях в темноте они легко находят себе добычу. Это и заставляет птиц прятаться зимой от хищников в центре города. Хищники не прилетят сюда. Яркий свет ослепляет их. Какую буковку? Р. Молодцы, ребята. Проверим. П, О, Р, О, П, Р. У кого все совпало, похлопайте себе в ладоши. А лучше погладьте себя по голове. Молодцы, ребята. Итак, скажите, пожалуйста, сколько существует типов текстов? Правильно. Существует три вида текста. Какие это тексты? Текст повествования, молодцы. Следующий. Текст описания. И, наконец, текст рассуждения. Наш урок подошел к концу. Все вы просто молодцы. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова